Спасибо, что согласился на интервью. А теперь расскажи мне, как у нее все началось? Что, малышка? Мы правда опять это делаем? Это только на время. Я просто хочу немного подытожить, как все было. В последнее время у меня проблемы с памятью. А, понятно. Ну, мы оба родились в Берлине, Германии. Нет, нет, нет. Я уже это все знаю. Расскажи мне, когда она начала вести себя странно и все такое. Этот ребенок... Ну, ладно. Твоя мама всегда была другой. Но, как я уже говорил, она стала вести себя странно после того, как впервые сломала руку. В то время нам было около пяти лет. Ты видишь эту красоту, сестренка? Большая горка зовет нас. Хочешь забежать на самый верх? Да, черт возьми. Мы часто посещали соседнюю детскую площадку после детского сада. Так вот, где она сломала руку. Да. Зора была такой же, как и любой другой ребенок. Только чуть более сквернословящей. Мы рано научились у нашей мамы. Эй, следи за своим языком, юная леди. Ладно. Как она вела себя в тот день? Может быть, Зора была не в себе? По большей части, она была просто сама собой. Что значит, по большей части? В какой-то момент она замерла. Но я не знаю, почему. Я не видел ничего необычного. Может быть, она испугалась. Испугалась чего? Ну, я не знаю. Но позволь тебе сказать, что ее травма была ужасной. Хм... Как же она сломала руку? Мы мчались к вершине детской площадки. Бросив мне вызов, Зора забралась на крышу, чтобы победить. Ха-ха! Я выиграл! А? Ха-ха-ха! Я так не думаю, Оливер! Гонка еще не закончилась, придурок! Она была слишком решительно настроена и полностью игнорировала меня. Я перепробовал все, чтобы ее угомонить. Что? Это слишком высоко! Мошенница! Твоя мама была в чем-то похожа на тебя. Ха-ха! Эй! Какая разница? Так или иначе, ты что-нибудь говорил, дядя О? Сестренка! Эй! Зора! Пожалуйста! Спускайся, пока мама с папой нас не увидели! Ха! Ну, давай я попробую вспомнить. Ну, я предполагаю, что она что-то увидела, потому что она просто отключилась. Клянусь, она так побледнела, словно окаменела. Не знаю. Ты уверен, что ничего не видел? Конечно, я в этом уверен. Я тоже был там. Нам и правда нужно снова говорить об этом, Оли? Привет! Я чувствую себя долбаным попугаем, малышка! Значит, то, что она увидела, напугало ее? Она уточнила, что это было? Зора! Остановись! Это совсем не смешно! Эй! Мистер! Что вы делаете? Зора! Я сейчас скажу папе! Рано или поздно она рассказала нам, что на крыше был какой-то человек-осминог. Она винила его в том, что случилось. Неужели? Человек-осминог? Ей было пять лет. Не придавай этому большого значения. Не знаю, малышка. Она всегда так говорила. Мама! Папа! Зора не может снизь с крыши! Оливер, помоги! Полагаю, что ты можешь выйти сухой из воды, увидев меня. Хотя, немногим это удавалось. Считай, что тебе повезло. Со временем я найду тебе хорошее применение. Редактор субтитров А.Семкин